Для развития морского круизного туризма в Мормонске сделано немало. Вот только за последние годы поток пассажирских судов на шпорт сократился в два раза. Чего, несмотря на принятые меры, не хватает городу-герою, чтобы стать популярным направлением у зарубежных гостей. Этот вопрос обсуждали участники конференции по арктическому туризму, которая входит в программу последнего дня деловой недели. В 72 часа ровно столько дается иностранным туристам, прибывшим в порт Мормонск, чтобы посмотреть достопримечательности и не утруждать себя процедурой получения визы. Но это не единственное ухищрение, на которое пошли региональные власти, чтобы пассажиры круизных лайнеров вообще смогли оказаться в нашем порту. В 2015-м завершилась реконструкция пирса дальних линий, а годом позже открыли обновленный морской вокзал. Вот только теплоходы с нагромождением палуб после небольшого всплеска интереса со стороны иностранцев стали реже швартоваться в городе-герои. Но участники профильного форума, который включен в деловую неделю, считают, у направления есть скрытый потенциал. Получили статус 72-часового безвизового режима с тем, чтобы пассажиры этих круизных судов могли здесь находиться трое суток, по сути дела. Надо понимать, что с ними делать. Дальше, как организовывать самим такие круизы – это все вещи, по которым у нас опыта еще недостаточно, естественно. Поэтому вот такие конференции, они как раз предназначены для того, чтобы те коллеги, которые этим активно занимаются, они могли нам рассказать и показать, как это должно быть организовано. Единственный город в России, который успешно занимается круизным туризмом – это Петербург. Но может ли Морман сконкурировать с северной столицей? По мнению экспертов, вполне. В этом случае просто необходимо акцентировать внимание на местном колорите и, конечно, делать самый большой заполярный город более привлекательным для иностранцев. Но не стоит забывать – областной центр может стать только началом увлекательного путешествия для пассажиров-ланеров. За отведенное время можно успеть посетить популярную Териберку и даже Хибины. Такая концентрированная экспедиция впечатлит даже бывалого туриста. Такие словосочетания, как «самый большой город за полярным кругом» или «северное сияние» или «город-герой» – это уже достаточно для того, чтобы собраться в дорогу, поехать, посмотреть, как это все устроено и как это работает. Поэтому я уверен, что у Мурманской очень большие перспективы туристического. В туристическом плане этот вопрос даже не обсуждается. Во время конференции администрация муниципалитета подписала меморандум о сотрудничестве с региональным министерством развития промышленности и предпринимательства. Но чтобы увидеть результат взаимодействия, придется подождать. К слову, пока морские лайнеры заходят в Мурманск только в летнее время, а круизный сезон ограничен. Хотя, как известно, порт может принимать суда без помощи ледоков круглогодично, чего не скажешь о том же Санкт-Петербурге. Зато отремонтированную набережную рядом с пирсом дальних линий полюбили рыбаки, смело закидывающие удочки через железное ограждение.